Приветствую, друзья! Вот как раз таки вопрос, такой важный, полезный для всех. Я это в Телеграме написал вчера. Давайте какой-то вопрос обсудим, который для всех интересен. Я сделаю ролик. И там мне вот как раз таки вопрос и поступил насчёт головной боли. Я вам сейчас прочитаю, а потом скажу, что надо делать. Значит, сейчас, секунду. Здравствуйте, уважаемый Хасай. Ну да, ко мне, значит, у меня вчера болела голова. Мне муж сдавливал, как вы рекомендовали в вашем недавнем ролике. Ну, я так рассказывал сюда, сюда и так сдавить, чтобы внутричерепную гипертензию уменьшить при головных болях. Да, с первых секунд захорошило, боль утихла. Однако, через пять минут вновь вернулась. Я снова его попросила так сделать. Он сделал. Снова эффект был пять минут. Потом пришлось пить обезболивающие таблетки. Скажите, пожалуйста, что я недопоняла в вашем ролике? Он сильно сдавливал где-то по минуте. Что было неправильно? Таблетки пить надоело. И головная боль мне очень надоела. Болит голова периодически много лет. На следующее утро после этого у меня отеки верхних век появляются. Мне это очень вообще не нравится. Как быть? Скажите, пожалуйста, чтобы голова перестала болеть, если это возможно. Или болела все реже и реже. Спасибо. Хороший вопрос, правда? У кого такого не бывает? Наверное, у многих бывает. Пьют таблетки, головные боли бывают. Ну да. И вот я отвечаю. Я отвечаю. Значит, Если человек много лет страдает головной болью и пьет таблетки много лет, и ему это надоело. Я, к сожалению, не знаю, сколько лет самому человеку много лет болит голова. Значит, с каких пор много лет болит? Может, с детства болит? Может, вообще с младенчества болит? Непонятно. Может, после аварии болит? Может, после гриппа какого-то болит? Может, после стрессов болит? Ничего не понятно, правда? Поэтому я предлагаю в таких случаях. У нас есть бесплатные ликбезы, куда выходят Zoom. Чтобы я мог задать какой-то уточняющий вопрос. И по возможности, если я в этом могу разобраться, я дам совет. Потому что мы не клиника и никого не лечим. Я это повторяю каждый раз для того, чтобы все понимали, что я могу дать только совет, но используя свой опыт многолетний. Поэтому, пожалуйста, давайте мы сделаем так. Мы завтра напишем, когда будет ликбез. Пожалуйста, выходите в Zoom. Там задавайте такие вопросы. Я помогу вам. Давайте так сделаю. А теперь я хочу воспользоваться моментом и посоветоваться с вами. Значит, я сейчас делаю с офтальмологом, с профессором книгу. Я уже об этом говорил. И там у меня есть глава. И мы решили, что несколько картин там будет с глазами. В этой книге. Значит, я поэтому дорисовываю картину. Вы мне сейчас поможете. Включаем коллективный разум. Скажите, пожалуйста, вот как сейчас вот здесь глаза? Это парень или девушка? Потому что постоянно идет такой вопрос. На моих картинах очень много девушек. Причем я сам добрый, поэтому почему-то у меня получаются лица добрые. И кроме этого, получается почему-то женские. Ну, наверное, душа женская у меня. Может быть такое. Душа же, она же у всех женская. Душа. Женского рода. Да. Но я могу и пошутить, вы знаете. Но при этом я очень хочу услышать ваш совет. О чем говорят эти глаза? Нужно ли доработать картину? Или остановиться на этом? Или доработать? Что убрать, что прибавить, что убавить? Посоветую тебя. Ну и заодно еще одну покажу. Чтобы вы мне тоже сказали. Пожалуйста, скажите. Вот здесь. Какое выражение лица? Удивление, радость, испуг, мечтательность, ожидательность. Задумчивость. Задумчивость. Что здесь изображено? И нужно ли здесь что-то подправить? Может, опять же, глаза? Пожалуйста, дайте мне совет. Я, конечно, решение принимаю сам. Я взвешиваю все советы, как на чаши весов. Когда я в чем-то сам абсолютно уверен, мне советы не нужны. Но когда я сомневаюсь, я собираю все советы, взвешиваю. И в конечном счете, как вы уже неоднократно убеждались, у нас получаются очень хорошие картины совместные. Чему доказательство? Прошлая книга, в котором есть картины, которые мы вместе с вами рисовали. Да. На всем спасибо, друзья. До встречи.